Привет, друзья! С вами Макс Степанов. Сегодня, в течение нескольких минут, давайте поразмышляем о том, можно ли научиться самобороне быстро или в короткие сжатые сроки. Сейчас задают вопрос, как так можно, точнее, в качестве критики, что за фигня такая за 2-3 месяца, разве можно чему-то научиться? Чтобы стать крутым бойцом, надо заниматься 5 лет, 6 лет, 10 лет. Согласен. А в чем, собственно, спор? Конечно, стать крутым бойцом, нужно заниматься 5-6 лет и так далее. Но речь-то идет не о том, чтобы стать крутым бойцом, а речь стоит о том, чтобы подготовиться к самобороне простейшим, типичным ситуациям на улице. Конечно, нельзя за 2-3 месяца научиться большому объему знаний, большому объему техник. Половина из которых даже больше будет просто ненужной или лишней на улице. Понимаете, да, о чем речь? То есть не надо высокий удар ногами и какие-то другие вещи. 2-3 месяца – это реально. Если поставить нормальные цели, правильные задачи перед собой и методики, и приемы отобрать, убрать все лишнее, все не нужно. Ведь речь идет не о том, что вы 2-3 месяца позанимаетесь, и потом можно все, типа, надеть себе черный пояс и ходить, и говорить, что я прошел курс там такой-то, такой-то. Нет, ребята. 2-3 месяца – это именно тот, как бы, базовый начальный курс, да, курс молодого бойца, что разве не было так в истории, да? Скоро-скоро война, все, а у вас там 1-2-3 месяца, ребята, вас нужно быстро подготовить. Все. Соблатом дается просто минимальный объем конкретных техник, которые им пригодятся вот именно в данной конкретной ситуации. Зачем ему что-то еще лишним учить? Все остальное в процессе, там дальше научиться. Нужно совершенствовать это, понятное дело. Никто с этим даже не спорит. Поэтому, если тренер ставит правильную программу за 2-3 месяца, убирает все лишнее, отсекает все лишнее, подбирает методики и приемы, те, которые необходимы в первую очередь, то за 2-3 месяца вы можете научиться, на самом деле, в очень многом. Но именно тому многому, в том малом, которое вам необходимо для защиты своей жизни. Элементарные вещи, понимаете? То есть взять, допустим, типичной ситуации. Куда бьют на улице? В голову. Куда бьют на улице? Подсказываю, да? Куда на улице бьют в первую очередь? В голову. Ребята всегда бьют в голову, в лицо бьют, в нос, там, в глаз и так далее, так далее. Чем бьют второй вопрос? Руками бьют, а именно кулачищами. Какие-то удары? Прямые и какие-то полупрямые, полукривые сбоку. Все, собственно. Вот вам вся ударная техника и ее направленность. Значит, что нужно в первую очередь изучать? Правильную позицию, чтобы не прозевали этот удар. Потому что там очень редко бывает маневренный бой. Кто первым начал, тот и победил. Чаще всего так. И отсюда мы выстраиваем свои методики, свои приемы. И в первую очередь мы на них делаем акценты и отрабатываем в течение двух-трех месяцев. И это все реально. Вы отработаете только то, что вам нужно конкретно. А дальше, после прохождения этого курса, вы должны совершенствовать свои знания. Вы должны тренироваться и готовиться дальше. Или поддерживать на том же уровне, хотя бы на том же уровне или совершенствовать от уровня. Поэтому простейшие техники. Дальше, что на улице? Захваты. За руку, за голову, цап, иди сюда, или одной рукой. И хватает, другой бьют, или одной рукой хватает, там нож достает. Или там, пацаны, сюда держу его. То есть что нужно отработать? Освобождение от захватов. Какое освобождение от захватов? Никаких там рычагов болевых, там найти сюда-сюда. Быстрее сорвать захват. Вот в чем задача, да? Если это с ударом, еще лучше, да? То есть быстрее сорвали, тут же ударили, ушли в сторону. То есть не забывайте, для чего самоборона нужна. Не показывать свою крутую технику, там, шиханаги там всех. И удары, типа ван дам в голову. Вырвались, убежали, дали по тыкве, и все. Занимайтесь дальше своими делами, живите мирно, друзья. Не нарывайтесь, не ищите себе ножом приключений. Поэтому я вас уверяю, два месяца это реальный срок для того, чтобы научиться реальным, простейшим вещам минимальным. Таким как двум-трем ударом по бороде, защите от этих ударов. Освобождение от захватов, от простейших, да? Чем короче, тем лучше. Ну и, конечно же, страховка, падение. Все это должно тоже присутствовать на этих курсах. И это у нас есть. Как вести себя, если вы упали, а человек пытается вас добить ногой, да? Как действовать, если, допустим, на вас сел верхом или там как-то сбоку находится. То есть такие элементы борьбы, да? Но, опять же, не для того, чтобы бороться. Не для того, чтобы удержание там какое-то провести, да? И заработать баллы там за переходы в позиции. А для того, чтобы как можно быстрее вырваться. А для этого можно использовать все приемы, которые запрещены в спортивных единоборствах. Укусить. Только нормально так. Не просто зубками попробовать, а нормально так вот взять и укусить за нос. За ухо кто скажет, что это не больно. Или давить в глаз. Ну, не так просто там пощупать, да? А нормально, как будто, я не знаю, как вот ребята проводят рычаг в локте, да? На полной амплитуде. Так же вы с полной амплитудой засовываем большой палец в глаз. Кто скажет, что не будет человеку больно или, по крайней мере, страшно от таких действий, да? Это неприятно, как минимум, да? И к тому же можно покалечить так реальным человеком. Все стало больно, вскочили, вырвались, убежали. То есть не надо просто путать задачи и цели. И все будет нормально, все будет понятно. И за два месяца вы можете нормально погрузиться в эту тему, да? И работать. Конкретно, не отвлекаясь, ни окидь, другие задачи. Плюс психология, конечно. То есть нужно создавать на тренировке такую ситуацию, которая очень близка к боевой, да? Которая близка на улице. Подобно дракам, конфликтам там и так далее. То есть многие критикуют, что вы материтесь на тренировке, блин, разве так можно? Это неприлично, не культурно? Да, не культурно, да, неприлично, ребят. Но это не я придумал. Точнее я придумал, может быть, это ввести в тренировку, блин, но на самом деле на улице ругаются и матерятся. Пойди и скажи, что это нехорошо и неправильно. И я часто вижу вещи, когда просто нормальные ребята, спортсмены, как-то им они пасуют. Они сами мне признаются. Я занимаюсь боксом там столько-то лет, а в ситуации конфликтов, конфликтного разговора, как-то я немножко начинаю сдуваться там и чувствую, что я ничего не могу. Короче говоря, очкую. Понимаете, в чем дело? Почему? Да потому что эта ситуация не прорабатывается. Мы всегда боимся того, чего не знаем и того, чего не готовы. Поэтому нужно на тренировке создавать подобные ситуации. Поругаться, поматериться, по щекам побить. И вот в этой атмосфере, приближенной к боевой, и отрабатывайте самые приемы. Я вас уверяю, 2-3 месяца, 10 лет уже работают. И мы готовим людей именно по таким краткосрочным курсам. Ребята чувствуются замечательно. Все у них в порядке. Чего я вам желаю. Итак, если вам понравилось это видео, простите за бурную эмоциональность, жмите нравится, делитесь с друзьями, пишите свои комментарии. И вообще-то я приглашаю вас на свои курсы. Да, на эти краткосрочные курсы, на которые я утверждаю, что можно научиться тому нужному, тому необходимому багажу, который вам поможет выжить в ситуации защиты своей жизни. Итак, с вами был Макс Степанов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok